Привет, ты на канале Техноарена и сегодня я подготовил для тебя подборку из 7 лучших полноразмерных беспроводных Bluetooth наушников. Начну с наушников JBL Tune 770BT. Они имеют закрытую конструкцию, которая поглощает внешние шумы, позволяя наслаждаться музыкой и разговорами без отвлекающих факторов. Наушники оснащены динамической технологией, которая обеспечивает превосходную звуковую передачу и точное воспроизведение даже низких частот. Наушники обладают удобной конструкцией, которая не сжимает голову при длительном ношении. Они обладают стандартным диапазоном воспроизведения – от 20 до 20 000 Гц. Также встроен микрофон и емкий аккумулятор на 850 мАч. Производитель заявляет о 65 часах беспрерывной работы в режиме прослушивания музыки. Из минусов отмечу пассивное шумоподавление, которое хоть и не пропускает внешние шумы, но похвастаться полной звукоизоляцией не может. Имей это в виду при выборе нового девайса. В описании под этим видео ты найдешь ссылки на все наушники из данного топа. Кликай по ним, чтобы узнать актуальные цены, характеристики, а также почитать отзывы других пользователей. Там же найдешь промокод для выгодных покупок. На следующей ступени расположились наушники Anker Soundcore Q35. Они сочетают в себе функциональность, доступную цену и высокое качество звука. Наушники оснащены активным шумоподавлением, что будет очень полезно в аэропорту или в метро. Внешний вид наушников прост и функционален, они складываются в жесткий защитный чехол, поставляемый в комплекте, который также служит для хранения зарядного кабеля USB-C, шнура 3,5 мм и переходника для самолета. Амбушюры изготовлены из пены с эффектом памяти и обеспечивают комфортное ношение. Время работы ограничено 60 часами. Качество звука у Q35 хорошее, с акцентом на низкие частоты. Из негативных моментов упомяну устаревшую версию Bluetooth 5.0, которая в некоторые моменты может демонстрировать нестабильное соединение. Но и цена у данной модели всего лишь 8 тысяч рублей, понятное дело, что производителям пришлось идти на какие-то компромиссы. В целом, это отличный выбор для тех, кто ищет доступные наушники с хорошим звуком и активным шумоподавлением. Обязательно подписывайся на канал Техноарена, если интересуешься современными девайсами и технологиями. Ставь лайк под этим роликом и делись своим мнением в комментариях. Далее подробнее о самых бюджетных наушниках из сегодняшней подборки. Это Behringer HC2000BNC. Они обеспечивают качественное звучание и удобство использования благодаря эргономичному дизайну и складной конструкции. Уши оснащены 40-мм драйверами, обеспечивающими четкий и сбалансированный звук в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц. Они поддерживают Bluetooth 5.0 и имеют рабочее расстояние до 10 метров. Да, не густо, но и цена у них всего лишь 4500 рублей. Также в наушниках есть система активного шумоподавления ANC, которая обеспечивает до 25 дБ шумоподавления в диапазоне 100-1000 Гц. Недостатки у этой модели тоже есть. Не могу не отметить устаревший разъем microUSB для зарядки устройства, а также скромный аккумулятор на 300 мАч, выдерживающий лишь 12 часов беспрерывного проигрывания. Однако, если ты неприхотливый пользователь и главное для тебя это низкий бюджет, то данная модель будет весьма интересной. Далее более детально рассмотрим под микроскопом еще одну интересную недорогую модель Edifier WH950NB. Выполнены в стильном матовом однотонном цвете, имеют поворотные амбушюры и весят всего 296 граммов. Они удобны для длительного ношения и поставляются с кейсом для хранения. Наушники обеспечивают плотный звук с частотным диапазоном от 20 Гц до 40 кГц и чувствительностью 91 дБ. Динамики диаметром 40 мм создают чистый, четкий и сбалансированный саунд. Не забыли и про активное шумоподавление, здесь оно исполнено на добротном уровне и безукоризненно выполняет свою функцию. Bluetooth версии 5.3 обеспечивает стабильное соединение в рамках 10 метров. Уши идут в комплекте со своим фирменным приложением, где можно выбрать различные пресеты и подкрутить эквалайзер. На одном заряде модель работает до 55 часов, а быстрая зарядка позволяет за 10 минут восполнить емкость аккумулятора еще на 7 часов. В итоге получились довольно приятные на вид и сбалансированные по характеристикам наушники. Бюджетная цена, качественная сборка и современная начинка. Здесь есть все, что нужно для комфортного использования. На следующей ступени расположились наушники Sennheiser HD 350BT. Немного о внешнем виде. Корпус наушников полностью выполнен из прочного немаркового пластика, дизайн минималистичный, без цветовых акцентов и ярких деталей. Урганы управления расположены на правой стороне чаши. Амбушюры изготовлены из качественной эко-кожи серого цвета, имеют овальную форму и небольшой размер. Наушники имеют складной механизм и регулируемое оголовье. По внутрянке никаких сюрпризов, наушники показывают хороший сбалансированный звук, особенно после настройки эквалайзера. Баланс смещен в сторону низких частот, микрофон имеет хорошее качество передачи голоса, если требуется провести срочный созвон. Заявленное время автономной работы 30 часов на среднем уровне громкости. Bluetooth-соединение хоть и стабильное, но все еще 5.0. В сравнении с более современными версиями, он уступает в качестве коннекта и задержки. Данное устройство подойдет фанатам бренда Sennheiser и тем людям, кому важно качество сборки, а не передовые технологии. Плавно перехожу к моделям серьезного бюджета. И далее рассмотрю Bose QuietComfort 45. Довольно популярный девайс среди аудиофилов. Они обладают стильным дизайном, фирменным звуком и активным шумоподавлением. Наушники удобно сидят на голове, а кнопки на корпусе позволяют управлять воспроизведением и звонками. Они дарят качественный звук с глубокими басами и чистыми высокими частотами. Заявленные характеристики подходят под разные стили музыки, от попсы до металла. Каждый сможет найти для себя подходящий пресет для лучшего сочетания. Автономность явно не самая сильная сторона этой модели, уши работают до 24 часов на одном заряде. Но благодаря функции быстрой зарядки можно получить еще 2 часа работы за 15 минут. Хоть модель и не самая новая, она все еще может конкурировать по качеству начинки и сборки со многими современными вариантами. Все-таки компания Bose по праву считается одной из лучших и надежных в плане производства звукового оборудования. Ценник колеблется в районе 25 тысяч рублей, и за такой прайс явно стоит присмотреться к данной модели. Завершает мой сегодняшний топ модель Sony WH-1000XM4. По моему субъективному мнению, это одни из лучших наушников на данный момент. Сразу отвечу на вопрос, почему не XM5. Хоть пятая модель намного свежее, нежели четвертая, но она получилась, мягко говоря, спортной. Да и ценник на нее неоправданно завышен. Говоря о более старой модели, получилось высококачественное устройство с отличным звуком и прогрессивной технологией шумоподавления. Он основан на работе HD-процессора QN1, который анализирует окружающие звуки и адаптирует шумоподавление под ситуацию. Также есть специальный режим, позволяющий слышать происходящее вокруг. Уши оснащены мощными 40-мм динамиками, которые обеспечивают качественный звук во всем частотном диапазоне, включая мощный бас и высокие регистры. Также наушники оснащены интеллектуальным контролем, датчиками и комфортным использованием благодаря сверхмягким амбушюрам из вспененного уритана. Время автономной работы наушников составляет до 30 часов с активным шумоподавлением и до 35 часов без него. Быстрая зарядка позволяет получить до 5 часов работы за 10 минут подключения к источнику питания. Наушники легко транспортируются благодаря складной конструкции и компактному футляру, идущему в комплекте. Они идеально подходят для использования в различных ситуациях, будь то прослушивание музыки, работа или отдых. Могу с уверенностью сказать, что они стоят каждого рубля, вложенного в них. Рекомендую эти наушники для любого вида использования, в них есть все, что нужно и даже больше. А ты согласен с данным топом? Пиши свое мнение в комментариях, ставь лайк и подписывайся на канал. Также не забудь о промокоде в описании и под видео. Ну а я прощаюсь, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok